Из СИЗО под домашний арест. Теперь активист Сергей Стерненко и его соратник Руслан Демчук, обвиняемые в похищении человека, будут находиться круглосуточно дома. Такое решение в условиях повышенных мер безопасности принял Одесский апелляционный суд. Защитники Стерненко свои аргументы сводили к тому, что судья первой инстанции самостоятельно избрал меру пресечения без ходатайства прокуратуры, тогда как ранее избранная мера залог в 60 тысяч гривен продолжает действовать. К своим аргументам адвокаты добавили заявление 27 нардепов, 4 из которых присутствовали на заседании о желании взять Стерненко и Демчука на поруки. После обсуждений в совещательной комнате суд решил отказать в таких прошениях, но изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Суд мав бы взагалі відмовитись застосовувати будь-який запобіжний захід щодо мене. Однако застосовав домашний арест, я пока не знаю, чому. Скоро будет текст полного решения на днях. И мы будем розуміти юридичную, принаймні, мотивацию суду. Чи є там ще якась інша мотивація, я не знаю. Домашний арест Стерненко будет отбывать в Одессе, Демчук, в селе Александровка. Уже 16 апреля апелляция рассмотрит дело по сути. Обвиняемые адвокаты будут пытаться обжаловать срок в 7 лет и 3 месяца. Вынесенные 23 апреля Приморским судом. Первая инстанция признала виновными Стерненко и Демчука в похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича. По версии следствия, его насильно удерживали, добиваясь от потерпевшего сложить полномочия депутата. Продолжение следует...